Здравствуйте! Продолжается наш телемарафон «Будущее Одессы», в котором мы стараемся вместе с гостями решить судьбу нашего города, рассказать, каким мы его видим дальше. Я хочу вам напомнить, что с сегодняшнего дня стартует голосование на нашем сайте 7 канал.com.ua, на котором вы увидите два вопроса, которые принципиально показывают позицию Одессы на ее будущее, каким мы его хотим видеть, наш город. Спустя 21 день мы подведем итоги, сделаем, я абсолютно уверена, масштабный интересный эфир. А сейчас даже просто не хочу говорить дальше, буду представлять нашего гостя, потому что это фантастический, харизматичный, любимец 7 телеканала Феликс Шинбер. Я об этом, кстати, ничего не знала. Спасибо, спасибо. Для меня будущее – это сегодняшний день, завтрашний. Далекое будущее, я не знаю, из чего оно будет состоять. На данный момент у меня такая эйфория каждый день по поводу встреч с людьми, которые формируют мой следующий день, мое желание с ними сотрудничать, работать. Я музыкант, сейчас познакомился с ребятами, которые шьют вещи в Одессе, в Украине, называются «Ша Одесса», то есть они делают вещи, которые хочется носить. Я как музыкант, мне говорят, твои песни хочешь слушать, хочешь приходить на твои концерты, они об Одессе, они современные, по-современному подаю их, знаешь, как рок-н-ролл, то, что во мне есть. И вот я сталкиваюсь с людьми, которые в разных направлениях делают то, что сейчас актуально, они одесситы, и они формируют вот эту живую, новую ноту нашего города. Вот если мы будем кооперироваться, если мы не будем лениться, то будущее, завтра, послезавтра будет яркое для каждого человека, хочется делать, хочется создавать. Вот я, знаешь, думал, так, сейчас я начну кого-то рекламировать, там какие-то группы, но это люди, новые мои друзья, с которыми мы вместе сотрудничаем, выходим куда-то в свет, выходим в соцсети и что-то новое даём. Из-за этого формируют своё впечатление. Какая Одесса? Она архаичная, она новая, она, конечно, в связи с корнями, то есть, вот я иногда скажу, знаешь, там, я за новую Одессу, там, кто-то может подумать, что, там, а как же корни, а как же, там, наша, вот та Одесса, там, мама, да. На базе, на корнях того, что у нас есть, делать что-то новое, ездить за границу, смотреть, как там, привносить оттуда что-то новое, и им вести что-то от нас, что самое главное. Надо быть в процессе, в жизни, сейчас какой-то ренессанс вообще, куда не пойдёшь, парки отстраивают, молодёжь, ну, так клёво одевается, ну, приятно смотреть, понимаешь. Музыканты появляются новые. А если вот говорить, очень часто, там, Майами фестивали, там, в Европе музыкальные, да, и чтобы они состоялись, город очень много делает для этого, сам вот город, да, руководство города, то есть, оно привлекает инвестиции, частные капиталы. Как ты считаешь, вот когда люди поймут, что для Одессы, вот, инвесторы, да, потенциальные, очень важно вкладывать и в культурную сферу жизни? Очень важно вкладывать вообще куда угодно. Инвесторы, ну, сейчас приезжают в Одессу, никому не секрет, что сейчас Саакашвили пришёл, который пришёл к власти, как бы, я недавно слышал, как он говорит. Вы знаете, я слышала, там, политиков, там, не так много, но вот сейчас чувствуется, человек от души говорит или нет, как бы, надуманными фразами, там, по листику или что-то ещё, там, дорогие мои, там, однополчане, там, не знаю, а он говорит от души, вот так, и ты слушаешь, думаешь, ёлки-палки, вот, если, интересно, интересно, изменится ли что-то, потому что я, ну, слабо верю в все эти, я музыкант, мне, вот, знаешь, мне важно моё вдохновение, там, ощущение себя в мире, там, с людьми, а политика, она где-то далеко, но сейчас какой-то такой ренессанс, вот, знаешь, все воодушевились, верят, что может что-то произойти, и недавно я общался с одним умным дядькой, и он мне говорит, такое уже было, говорит, было, когда совок распался, значит, тоже такое вдохновение, вдохновение, но открыли форточку, и все побежали за границу, сейчас, как бы, форточка открыта, да, новый такой этап вдохновения, но бежать за границу уже не хочется, потому что, ну, что, ну, кем мы там будем, как бы, а вот, поэтому, скорее всего, мы сейчас будем формировать своё такое мощное, творческое, нетворческое, экономическое, социальное, со вливаниями за границей, от нас, откуда угодно, вот, новое будущее. — А если вот говорить, да, вот, я затронул эту тему эпохи Возрождения, Ренессанса, если говорить о том, чего лично тебе не хватает в городе, вот, может быть, приводили там Дом культуры, да, пусть это так, как бы, пафосно и по совковому звучит, Дом культуры вообще, да, ну, какое-то пространство, где люди могли бы собираться проводить вместе дни и коммуницировать какие-то идеи, энергию и прочее, чего тебе не хватает? — У меня не хватает немножечко культуры, вот, насчёт этого в людях, то есть я хочу, чтобы у нас было меньше жлобства, для этого неплохо бы у нас как-то какой-то кастинг охранников, мне кажется, проводить, чтобы охрана во всех своих проявлениях, в магазинах, в каких-то социальных там структурах не жлобила, не хамила, потому что я это чувствую на себе, как бы, для меня это актуально, чтобы как-то обучали людей, которые должны там контролировать что-то, вот, чтобы они не пользовались этим из своих хамских побуждений. — А как ты думаешь, каким образом вот это предотвратить? То есть что должно быть? Какие-то курсы в школе или как это? Родители должны прививать? — Я думаю, что это вообще глубокий какой-то социальный вопрос, ну, как бы, каждому человеку своё место, и кто-то должен это контролировать, точно не я, не могу тебе сказать. Ну, вот это то, что я хотел бы. Хотел бы, чтобы люди, как всегда, не мусорили на улицах, вот этого становится меньше, но для этого надо, наверное, чуть-чуть больше мусорничков, поставить, там, да я не знаю даже. Ну, вот люди, мне хочется, чтобы люди как-то, у нас в Одессе и так все, знаешь, как-то радуются жизни, ну, чтобы они это делали ещё чуть-чуть более культурно, что ли. — А если вот каждому, я в блоке задавала такой вопрос, если бы на секунду представить, что ты маркетолог собственного города, и вот тебе, мировому сообществу, нужно продать этот образ. Понятно, что тот образ, там, рыбачка Соня, шаланды полные, как сейчас, там, кто говорит, хинкали, кто там, кефали, да, как бы, это всё уже устарело, и нужно двигаться дальше, да, то есть сегодня я вообще узнала фантастическую новость, что у нас, как бы, около ста таких масштабных поэтов, которых можно представить в мире, да, то есть симфонические оркестры и прочее, но об этом одесситы не знают, да, то есть всё-таки тянем мы вот каких-то вот этих вот тётя Сима, дядя Яша, и продолжаем, как бы, эксплуатировать этот образ. Если создавать образ новой Одессы, вот что бы ты продавал мировому сообществу? — Да он же создаётся, у нас есть пляжи, есть… у нас, я тебе скажу, что, например, устраиваются фестивали с ужасными афишами, я смотрю на эту афишу, она мне напоминает какой-то 83-й год, знаешь, я не хочу идти на этот фестиваль из-за афиши, то есть каких-то дизайнеров других надо, ну, личности более продвинутые, какие-то вот тенденции, потом я иду возле театра и вижу там, ну, я как музыкант, я буду вот всё с этой точки зрения, вот эстетическое и музыкальное, вот как я воспринимаю мир и что я могу ему дать и представить там как-то Одессу, надеюсь, у меня это получится, там, вот сделать именно так, как я хочу по-современному. И вижу такую афишу, сейчас, конечно, кто-то может меня наругать за это, но я буду честен, потому что если нет критики, нету правильной реакции. Её величество скрипка, понимаешь, ну где вообще такое, ну, Её величество скрипка, можно как-то посовременнее подать там? — Меньше пафоса и больше какого-то… — Это уже какая-то глупость, даже пафосом ты не назовёшь Её величество скрипка, и так вот, вот такие вот названия, они во многих местах ещё есть, вот их как-то надо… ну, кто из молодых ребят пойдёт на концерт, который называется Её величество скрипка? — Ну, вряд ли, да. — Соответственно, мы не знаем наши оркестры, мы не знаем наши ансамбли. Может, ансамбль классный, может, оркестр клёвый, но только подан он так, что неинтересно. — А как ты думаешь, почему вообще люди так вот сложилось стереотипно, вот привязаны к старому? Я вот объясню конкретный пример. Я когда была на общественных слушаниях по реконструкции… — Да, станции Фонтана, там будет школа, там будет детский сад, там будет санаторно-клинический комплекс один-другой, то есть для реабилитации. И вот люди не хотят, допустим, этого, некоторая там маленькая группка, но это всё равно, ну, демократия – это что? Когда меньшинство подчиняется мнению большинства, а они как раз большинство убеждают меньшинство. Естественно, я вступаю в диалог. Я вот слышу, там говорю, вот, там, они говорят, там, я говорю, там же старый разбитый парк, зачем он вам? Лучше парк будет красивый, там, школы, дети. Нет, пусть останется так, как будет. И вот меня это поражает. Как ты думаешь, почему они си там, мне кажется, это вот, если львовяне пошли вперёд… — А я знаю, почему. — Почему? — Потому что они боятся, что вместо этого парка построят супермаркет. Мне кажется, знаешь, как у нас начинается реконструкция, и говорят, что сейчас мы там, не знаю, подпилим деревья, а потом их спиливают и ставят, там, не знаю, бензозаправку или что-нибудь такое. — Ну, как было с парковкой на Греческой, например, да? — Ну, может, дело в этом. Если показать какой-то позитивный пример, что мы сказали, и это таки произошло, то, наверное, люди начнут как-то доверять. Доверия нет. У меня нет доверия тоже. Говорят, ну, это слова на ветер. Вот пока не увидишь факта какого-то реконструкции, ну, за словом дело, ну, это уже вот перемусолено, перемусолено, ну, вот, и неплохо было бы, чтобы его таки вылили в какой-то продукт. Я вот не был на этом собрании, но я прочитал в интернете, что там старые заводы предложили, которые не работают, какие-то там большие ангары, знаешь, как у нас возле порта там стоят такие металлические конструкции, внутри них уже ничего давно нету, сделать из них какое-то такое арт-пространство, типа парка, так вот, вот, меня заинтересовало. Я прям начал представлять, перечитал перечень того, что там предлагали сделать, и начал представлять наш город, вот, хотя бы что-то из этого сделаю там в ближайшее время. И думаю, вау, будет круто. Вот изменится какая-то, вот, знаешь, приятная какая-то сдвижка. И я чувствую, что это не моя фантазия, что это прям какая-то тенденция, наверное, есть. Сейчас же сидит, находишь, велодорожка появилась, вот, в парке Шевченко, который идет там, длительный кусочек, там не продолжается кое-где, но она уже есть. И я уже еду по этой велодорожке пешеходам, которые по ней идут, говорю, отойдите, останавливаюсь, говорю, тут велодорожка, понимаете, вот, вот место, что вы шли, а тут, чтобы вы не сбили ваших детей, чтобы вашу коляску там не дернули, вот, идите тут. Я понимаю, что на мне тоже какая-то социальная ответственность, как человека, который велосипедист, я люблю очень передвижение на велосипеде, чтобы как-то образовать людей, знаешь, здесь это культурно, аккуратно, вот, как бы, что, вот, смотрите, нам уже сделали, я так рад, я так давно ждал, что это произойдет, и вот у вас есть место, где вас не дернут, и вот у нас есть у велосипедистов дорожка. Вот для меня это маленькая классная позитивная сдвижка. Побольше бы действительно таких, как ты говоришь, сдвижек, да, и отлично, что музыкант, он является одновременно и творческим, вот так как ты, и социально ответственным, что, кстати, редкость. И, конечно, наш блог подходит к концу, я думаю, что зрители и мои коллеги седьмого телеканала, они не простят, если я не попрошу что-то для нас спеть и поднять на настроение. Сейчас, 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 я спою маленькую песню, новую, такую написал недавно, романтичную. Украсть легко, убить не жаль, когда вижу, как ты уходишь вдаль, я догоню и дам огня, мы будем вместе, может, целых два дня, мы будем пить вино, смотреть закат, как хорошо, что ты мне не сестра, я тебе не брат, белокура, и так молода, статуэточка моя и балерина, Василина, ва-па-па-па-дун-ды, Василина, о-е-а, ба-па-па-ты-да-дун-ды, чидираду-ду-ду-ду-да, па-а-а. Я думаю, что вам понравилось. Давайте вспомним о том, что Одесса действительно должна быть такая какая-то песня, стильная, какая-то харизматичная и от души. Заходите на наш сайт, 7 канал.com.ua, голосуйте за будущее Одессы, 21 день может решить будущее нашего города абсолютно уверенно. Встретимся в следующем часе.